Приветствую вас, и зафикс возникает тогда, когда человек испытывает неунулизарованность своим положением, недостаточно полной реализации своих амбиций, своих потребностей, своих желаний и т.д. Ведь, по сути, мы обращаем внимание на то, чего нам не хватает сами. Это достаточно естественная, нормальная реакция. Но, необходимо понимать, что у каждого своя история, у каждого своя жизнь, и что у каждого есть свои страхи, свои нюансы, свои минусы и т.д. Дело в том, что вы судите о благосостоянии человека, исходя из своего положения, из своего материального обеспечения. И вам кажется, что при прочих равных условиях, если бы у вас был, скажем, дом, если бы у вас были, скажем, такие деньги и т.д., то вы бы жили лучше. Но проблема заключается в том, и парадокс, что вместе с приобретением определенного благосостояния, появляются и проблемы. Увеличиваются соответствующие расходы. Увеличивается соответствующая ответственность. Наловка на доходы, хотя бы, тоже увеличивается. То есть, вы воспринимаете лишь одну сторону жизни других людей, и вам кажется, что эти люди живут идеально. Вам кажется, что эти люди живут прекрасно. Вам кажется, что они купаются в достатке. Но на самом деле, они так же, как и вы, испытывают свои проблемы. Потому что проблемы есть всегда и у всех. Просто на своем уровне, находясь в своем уровне, они испытывают другие проблемы. Но они есть. И говорить о том, что они счастливы просто потому, что имеют дом, перечисляют на семейный счет, там, деньги и т.д., Это еще не значит, что у них есть определенный доход. Это не значит, что они счастливы. Ведь вы не видите всей картины целиком. Может быть, этот дом, например, уже давно заложен под долги. Может быть, счет переводится на семейный счет в уплату тех же самых долгов на квартиру. Может быть, жена изменяет вашему начальнику. У начальника изменяет жене. У них постоянные ссоры и скандалы. Вы об этом не знаете. И именно потому, что вы делаете выводы, исходя из тех данных, которые есть у вас. А этих данных недостаточно для того, чтобы делать подобные выводы. Недостаточно, чтобы считать людей успешными. Потому что абсолютно все в обществе стремятся выставить себя так, как будто они самые успешные, самые идеальные и самые красивые. А это, как мы знаем, далеко не так. Вместе с тем, чтобы обращать внимание на других людей, очень желательно, чтобы вы для себя четко определили ваши способности, ваши стремления, ваши цели, ваши идеалы и ставили себе задачи. Задачи, которые вы могли бы выполнить. И выполняя эти задачи, вы получали бы самому себе или самому себе, тут не совсем понятно кто, самооценку, уверенность и веру в свои силы. И тогда добиваются успехов. Вы понимали бы, что вы сами чего-то добились, что вы ничем не хуже тех начальников, вы ничем не хуже кого бы то ни было еще. И только так, слушая свои цели, грамотно выстраивая свою деятельность жизненную, грамотно оценивая свои возможности и направляя свою энергию в нужное правильное русло, вы сможете не завидовать другим людям, а добиваться того, чего вы хотите. Ведь все, что имеет начальник, в принципе, да, можно достигнуть каждый. Просто кому-то не хватает упорства, кому-то не хватает удачливости, у кого-то, по его мнению, нет возможности. И вопрос в том, чего вы хотите. Чего вы хотите по-настоящему, в действительности. Какие у вас ценности и идеалы. И вот, обдумав все это, можно прийти к выводу, что же для вас все-таки наиболее приемлемо. Чего вы хотите, что для вас ценностей. И к этому стремиться. Ведь дело в том, что ценности у всех разные. И важно стремиться не к тем ценностям, которые общеприняты в обществе, а к тем, которым доставляют удовольствие именно вам. Потому что общественные идеалы, общественные ценности, они как бы навязаны. Они общие, одинаковые для всех. Но люди-то разные. И поэтому вы испытываете зависть, может быть еще и потому, что общество навязало такой стереотип, что человек успешен и тогда, когда у него есть дом, когда у него есть бизнес, и когда деньги из этого бизнеса он переводит на семейный счет. Но в действительности это стереотип. Такой есть стереотип, как то, например, что женщина слабее мужчины в чем-то. Такой есть стереотип, что там, не знаю, вот, например, у западных стереотип, что Россия это только пьяница и так далее. Но это же в действительности не так, не так. Кто навязал стереотип общества? Почему общество навязало такой стереотип? Потому что ему так выгодно, ему так удобно, ему так спокойно. И это нужно понимать. Нужно понимать, что для общества важно и нужно, чтобы люди были как можно материально обеспечены. Но подумайте об этом в другом ключе. Вот начальник такой весь от себя крутой. Да, он имеет все и так далее. Но начальник, это всегда начальник, то есть руководитель. Начальник никто без своих подчиненных. Начальник никто без людей, которыми он руководит. А если эти люди внезапно войдут и уйдут? И скажут такими же нам, допустим, начальниками. Что будет? Будет плохо. И все производство, все дело встанет. И лишь только глупые, недалехие люди этого не понимают. И грамотные руководители, умные начальники всегда ценят своих сотрудников. Просто за то, что они делают, то что делают. Они никогда не относятся к ним с высока. И может быть ваша зависть связана именно с тем, что ваш начальник смотрит на вас, как на человека второго сорта. И поэтому вы не завидуют. Если это так, то это ошибка. Потому что начальник, значит, не понимает ни экономической модели, ни трудовой модели, ни вообще ничего. По сути, это человек достаточно ограниченный и глупый, который за счет удачи, за счет случаев, за счет, может быть, связей, занял определенное положение. Но это не значит, что это хороший человек. Это не значит, что это умный человек, что это достойный человек, что это самодостаточная личность. Это ничего не значит. И вам необходимо для себя, в первую очередь, сохранять ценность ту, которую вы сами представляете из себя. А уже потом все остальное. И тогда завидовать вам будет попросту нечем. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, всегда помогу. Если вам ответ понравился, сделайте его, пожалуйста, лучше. Буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго. Удачи!